Режете, рисуете, трогаем, щупаем. Сколько стоит такая ваша ухода? Ну, вы хотели бы две тысячи гривен. А вы как хотите сейчас, чтобы мы вас похвалили или вы готовы услышать правду? Правду. Вам выплатили две тысячи гривен. Что бы вы этим людям сейчас сказали? Конечно же не стоит. Как тебе? Ну, это низко. Это неправильно. Как работодатель это мерзко, я бы даже так сказала. Ну, так это мы все сами можем сделать. Я бы сейчас вас выгнала. Привет. Привет. Так, а ты что пешком сегодня решил пойти? Я так не поняла. Потому что ты уехала на машине. Ну, да. Кто первый, тот и не успел. Я просто очень волновалась, чтобы не опускать на кафе. Ты готов? Да. Ты чего ждешь, кстати? Кого бы хотел увидеть? Мне вообще интересно. Потому что я, когда я читаю эти анкеты, смотрю, мне кажется, что там какие-то странные, непонятные люди. Я надеюсь, что в жизни они окажутся немножко другими. Мне кажется, ты плохо всегда думаешь о людях. Все люди, они просто люди. И мне кажется, что все люди, которые заполняют нашу анкету, это классные люди, потому что это наши зрители. А против зрителей у нас точно не бывает. Просто, может быть, люди не так заполняют анкеты. Иногда, когда вы заполняете анкеты, то полный трэш получается. Ну, дорогой, не все такие гениальные, как ты. Я предлагаю, я уже вижу сейчас, ничего не вижу, но скоро будут. Я предлагаю дождаться сейчас нашу команду. У нас же будет команда классная. Мне так с ней понравилось работать. И после этого, собственно, приступить к этому дню. Я вообще думаю, что мы должны уложить весь кастинг в один выпуск. Ну, мне кажется, это нормально. Давай в одну минуту. Нет, я думаю, что это будет один выпуск. А вы пока можете написать в комментариях, когда мы думаем, что это будет. Интересно, даже сколько времени это займет. Получится ли у вас уложить кастинг? Один выпуск, но на 9 человек, да? Все, я уже вижу кальчик. Пошли. Пошли. Привет! 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 И вам привет! 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 Ты сегодня рэпер? Или как? Как это? Не, ну я так. Просто трошки стиль вырешил изменять. Класс. А я тоже могу снять. Так, ну что, вы готовы? На самом деле? Зачем. Вообще понимаете, что нас ждет? Пекла. Я думаю, что да. У нас сегодня будет 9 человек, которых нам нужно будет рассмотреть. Я не знаю, что мы будем от них ждать. Все ли вообще придут, у них не повысятся, но я думаю, что трэш обязательно будет. Потому что у нас по-другому, по-моему, не проходит кастинге. У них у всех трэш полный. Я все-таки считаю, что людей нужно принимать после разговора. Знаешь, заговори, чтобы я мог тебя увидеть. Просто когда мы читаем их анкеты, кажется просто ужас, ужас, ужас. Выбрать не искать. Я выбирала из 200 анкет 9. Самых лучших? Я не знаю. Просто выбрала. Собирай, напиши. Так, ну я предлагаю идти, потому что пасмурно, скоро дождик пойдет. Пойдемте на работу. Хорошо, ну давайте будем знакомиться. У нас как это? Это шоу талантов. Сначала познакомимся. Это мой талант. Здравствуйте, Наталья. Рассказывайте, пожалуйста, с чем пожаловали, чем занимаетесь, что делаете. Я педагог, у меня опыт практически 16 лет. В 2017 году у меня родился свой проект, и я создала бренд Baby Baggage. Это вот такие вот волшебные коробочки и наборы, которые созданы, собраны, исходя из моего педагогического опыта работы с детками. Сколько вам лет? Мне 32. 16 лет. Ну, будет 33, начинала с 17. Хорошо. Вот. Проходила свой путь от обычного воспитателя, няни, вожатой. И так постепенно за все эти годы дошла до менеджера и руководителя детского клуба. Все было хорошо, мне все нравилось, но как-то так получилось, что все эти свои какие-то программы, идеи, которые я предлагала клубу, они приносили хорошую прибыль. Но из этого мне платили не ту зарплату, которую бы мне хотелось, а те усилия, которые я прикладывала. Сколько вам платили? Ну, выходило 2000 долларов. 2000 долларов, да. И я подумала... Я стою дороже. Нет, я подумала, что если я приношу клубу такую прибыль, но мне платят из этого какой-то маленький процент, я думаю, вау. А если я такую же прибыль, все свои идеи, программы буду уже, работая на себя, приносить, так я буду себе 100% значит забирать. И вот, я уволилась и решила начинать вот что-то свое, все исходя из своего опыта, который я... Деньги, которые я приносила клубу, я решила все эти услуги предоставлять уже как фрилансер. А базу одолжили у клуба, где работали? Да. А клуб какой-то премиальный, судя по зарплате. Да. Так, вы увели базу, и что начало происходить? Ну, не совсем так было получилось, что я прям увела, потому что... Просто взяла? Одолжила, взяла на время на пользование, посчитала, что это клиенты, которые пришли благодаря мне? Нет, клиенты, может быть, сами пришли, я не собиралась... Вот как работодатель, я бы сейчас вас выгнала. Вот как работодатель, для меня это мерзко. Вот я себе представляю, да, ты работаешь, Катя, дизайнер, и у тебя есть Маша, которая рисует. Ты придумываешь, и Маша рисует. И Маша думает, ну это же я рисую, все. И она уходит, и берет у тебя клиентов, потому что считает так вот. Как тебе вот... Ну это низко. Ну то есть как работодатель, это мерзко, я бы даже так сказала. Ну смотрите, клиенты из клуба не уходили. Ну конечно, они уходили на ваши услуги, естественно. Они уходили на услуги детей, которые вы предлагали. Они же не продолжали работать там с другими по этому направлению, по детскому. Продолжали, все то же самое продолжалось. Я была как дополнительный, как репетитор. Вы знаете, когда ходят в школу на математику, на все уроки, это не означает, что они не будут ходить в школу, если они возьмут себе репетитор в субботу, один раз в неделю. Я была как дополнение, повышение уровня ребенка, просто как... А сколько вы стали зарабатывать, когда ушли? Было 2000 долларов, стало сколько? Ничего не начали зарабатывать, потому что... Потому что я деньги начала там вкладывать в бренд, в название, в аренду, в игрушки, в закупки, в материалы. Ну, такое и ничего. И какой вывод из этого? Вот из этого краткого рассказа? К обращению к людям, которые сейчас работают на хорошей работе и считают, им платят, как вы понимаете, 2000 долларов, очень хорошую зарплату, тем более по детским услугам, и они считают, что я стою больше. Это же проблематика большая, да? Нас смотрит большое количество людей, у которых есть такие же гениальные мысли. Мы когда находимся в такой стадии, вот, что бы вы этим людям сейчас сказали? Сделайте доброе дело, Наташа. Вообще, я, конечно, бы им сказала, что не стоит спешить, подумайте, но я пробую уже, исходя из своего опыта, я рада, что я попробовала. Я рада, что... Давайте уберем рада, а возьмем разумный все-таки. Вот такой разум включим сейчас, да, вот разум. Вы это говорите своей подруге, которую искренне любите. Мне, например. Конечно же не стоит. Какие молодцы работодатели, что платили мне эти деньги, и как сложно создать продукт такой, чтобы люди к тебе ходили. Это очень важно. Мы сейчас, у нас не суд, мы никого не обвиняем, но мы очень хотим, чтобы... Мы же видим постоянно эти ошибки, регулярно, и мы хотим, чтобы люди учились, наблюдали за этим со стороны, и понимали, что вот это ощущение «я», когда тебе создают поток клиентов, и ощущение, что эти деньги все привожу я, хотя, по сути, я только перерабатываю, обрабатываю, классно делаю свою услугу, потому что, если бы вы делали не классно, вам бы двушку никто не платил. Вам бы платили 2000 гривен, как в детском садике. Правда? Окей, хорошо, Наташа. Что происходило дальше? Вы начали работать, что вы решили создать? У вас появились какие-то продукты, идеи? Давайте, расскажите нам об этом. Изначально у меня создалась услуга. Я стала репетитором на выезде, репетитор раннего развития, подготовки к школе. Как это выглядит? Я не понимаю, как мама, а что такое репетитор раннего развития? Это выглядит так. Например, детки ходят на какие-то развивашки, но они также хотят заниматься в субботу, в воскресенье, на праздники, на каникулы. Ко мне, со мной созваниваются, меня приглашают к себе домой на пробу. Ну, сначала, изначально идет вопрос, вопрос, сколько времени, что вы делаете, план. Приглашают ко мне домой, и я занимаюсь. Приезжаю со своими материалами, вместе с родителями, либо с родителями. Что это за материалы, что вы делаете конкретно? Материалы, это, которые у меня также возникли на опыте, на моем опыте, и материалы, по которым занимаются также школы раннего развития, по которым я обучалась. Конкретно, давайте, что вы делаете? Я пытаюсь, вы режете, рисуете, лепите. Да, и развитие, конечно же, первое направление, это мелкая моторика, сенсорика, мы что-то перекладываем, отличаем формы фигуры, трогаем, щупаем, обсуждаем. Ну, я рассказываю, играем, там, песенку спели, пальчиковую гимнастику сделали, играем в игрушки. Мы играем. Играем и обучаемся. Сколько стоит такая ваша услуга? 750 гривен, 40 минут на выезде, и 400 гривен, если у меня стоит. Так, а вы начали это предлагать сначала в своей базе клиентов. Наверное, кто-то кому-то вас начал рекомендовать еще, да, включилась такая история? Да, я никогда не рекламировала. Началась сарафанное радио, и не рекламировала только потому, что, то есть я могла, например, принять 2-3 человека в день, и больше не смогла рекламировать. А возможно, если бы был четвертый, мне бы пришлось уже отказать. Поэтому по сарафанному радио только пришли. Так, окей, хорошо. И что вам не нравилось в этом всем деле или не нравится сейчас? В чем проблема? В чем вы к нам пришли? Мне, в принципе, все нравилось, но когда я еще вот работала и занималась репетиторской деятельностью, была просто педагогом, я что-то делала там своими руками и создавала такую свою, придумала свою методику игровую. И я увидела, что это приносит классный результат. И мне еще тогда пришла идея Кола, почему бы эти все игрушки, методику свою упаковать в красивенькую коробочку, например, и это все продавать родителям как дополнение. То есть то, что будет оставаться у детей, и типа они сами могут этим заниматься. Да, сами родители, няни, бабушки. Это глобально как-то отличается от того, что стоит в магазинах? Да, глобально отличается, потому что такое в магазинах нельзя купить. Показывайте. Давайте. Сразу вот первое, что очень правильно сделала Наташа, по-моему, это первый раз за весь кастинг, это человек пришел со своим брендом на футболке. Ну, круто же, почему нет? Так, это коробка. Это коробка. Это основная, самая первая моя коробочка, которую я вот открыла, представила нашему Рейму два года назад. Основа и ваза ее закрашаются. Давайте все убираем. Я буду постепенно, потому что... Да, да, давайте. Значит, вот здесь очень важно, это именно этот набор для раннего развития ребенка одного года. Здесь очень важная инструкция по поводу, как дыхательная гимнастика и вообще дыхание влияет на речь ребенка. Об этом многие не знают. Иногда дети до трех лет не разговаривают только из-за того, что у них, например, какой-то зажим, и они неправильно дышат. Я это хочу родителям донести, что банальная проблема в том, что ребенок плохо разговаривает, это есть артикуляционная гимнастика. То есть здесь у меня есть такие вот инструкции и упражнения. Идут такие разные уже брендовые дизайнеры наши такие вот и творческие задания. Там очень удобный мозг, например, есть вот такая вот задание для творчества. Не просто творчество, там, как, например, лепка продается в магазинах, например, тесто или пластилин. У меня здесь также идет каждая инструкция, варианты, идей, как этим заниматься именно с ребенком с одного бужегодника, как можно. Разные такие задания тоже на логику, на фантазию, на нашление. Разные задания. Вот такого вот также идет инструкция. Это моя разработанная инструкция. Мои фотографии мы в студии так все отснимали. И я это тоже сам изготовила. Ну и вот такая вот моя основа всех коробочек. Это сенсорная коробочка. В всех моих коробочках идут подносы. Это основа всех-всех зданий, которые вот есть. Здесь идет цветной рис и разные инструкции, а также пальчиковые краски и инструменты, с которыми заниматься в этой сенсорной коробочке. Мы уже поняли, что коробка классная. Теперь расскажите нам, во-первых, сколько денег вы потратили на то, чтобы ее изготовить, разработать, придумать, упаковать, сфотографировать, сделать логотип? 5 тысяч долларов. 5 тысяч долларов. Класс. Сколько времени вы ее продаете? 2 года будет в сентябре. Вы посчитали, на какую сумму вы продали этих коробок или количество? Сколько? Я посчитала. 3-20. 2-0. 15 коробок? 15 коробок. При вортости 4,5 тысячи рублей. Нет, меньше вортости. Сколько стоит коробка? Когда я начала, я хотела на умеваемость работы, я ей продавалась в 1600 гриллин, чтобы начали покупать, чтобы у них отзывы пособирать, как что пошло, что не пошло, чтобы как-то там накопить, возможно, какой-то еще капитал для дальнейшего. Сколько вы их подарили? Одну только подарила. И 14 продала, а еще осталось 5. Два в магазинах под реализацию, два в офисе. Изготовила их 20. Заказала пробок в 100. Естественно, да. Скажите, а кому их, кто должен их покупать, я не очень понимаю. Кто их должен покупать? Я просто увидел в магазине такую коробку, я бы никогда ее не купил. Потому что она, ну, естественно, да. Они не знают ничего, что она дает и зачем. Конечно же, это родители, которые... Да. Вот я уже только сейчас подумала, родители, я не донесла важность информации, как это важно и что это такое. Большинство родителей, которые, вот я уже сделала такое исследование, которые знают, что это, что такое развивашки, они на ярмарковых фестивалях не говорят, а, ну так это мы все сами можем сделать дома. А те родители, которые тоже знают важность этого всего, они не хотят этим заниматься, тратить на это время, им проще отдать ребенка к человеку, который этим будет заниматься. И сейчас у вас есть в вашем бизнесе два направления, да, я так понимаю. Вы продолжаете оказывать услуги и зарабатывать на этом? Да, и выкладывать продукты. Сколько вы зарабатываете сейчас на оказание услуг в месяц? В месяц от 20 до 35 тысяч рублей. От 20 до 35 тысяч гривен на своих постоянных клиентах и сарафанке, правильно я понимаю? Среди тысячи долларов зарабатываете. Вот, и на коробках вы не зарабатываете, естественно, ничего, и это как бы ваша такая... Хорошо, с чем вы хотите, например, принять участие в шоу? Какую проблему, задачу вы бы хотели, чтобы мы помогли вам решить? Помогли мне масштабироваться с продукцией. С какой? С вот этой? Наташа, вы мне очень симпатичны, но у меня есть к вам вопрос. Вы как хотите сейчас, чтобы мы вас похвалили или вы готовы услышать правду? Да, хочу услышать, потому что хвалят все, а правду никто ни разу. Ну, вам повезло прямо, у нас такое место сегодня правдивое. Вот, а ты посмотрел, Костя, инстаграм? Да, понравился? Нет. У меня первое вопрос, смотрите, кто вас занимает... Вот, какие каналы продажей вашего продукта? Интернет. Только интернет? Ну, еще вошла в магазин, а мы встали шоу, в торговой, в целом. Смотрите, вы продаете в магазине и в офлайне, но продажей в онлайне у вас вообще нет. А вы не думаете, почему? У вас, смотрите, у вас есть не только инстаграм, я и ваш сайт только что поделился. И тут вопрос, что до сайта и что до инстаграма. Вы эти два канала реализации сами видите? Или не имеете спец... Ну, все сами. Все сами. Ну, тут, как бы, та проблема, напевно, яку попередня, да, учасниця не было. Вот, вона все теж сама, вони все сами, и возникает потом вопрос. Есть просто вещи, которые вы сами не сможете освоить. Або на их освоение выйдет очень большая количество денег и времени. Потому что, например, для сайта вам нужны специалисты SEO, которые могут его нормально сделать, просу, рекламирование, его редактировать. Потому что, насправді, сайта не дуже зрозуміло. Ну, я сейчас просто про сайт говорю. Не дуже зрозуміло, что сами вы пропонуете. Тобто, и минимум текста. Тобто, вы, справді, зараз донесли мені информацию, что, блин, это круто. Вот, когда у нас будет дитина, напевно, я точно бы захотел иметь такие подарки. Или даже отнести своим друзьям. Так, але питание в том, что просто, если я скомуникувал только что, ну, пока вы рассказали, я скомуникувал, слушал вас, я скомуникувал с вашей странией в Инстаграме, вашей особистою, вашей рабочей и вашим сайтом. Я не зрозумів. Я, насправді, не зрозумів, что вы продаете. И это ваша вещь. Вас не покупают не потому, что батьки могут сами собрать, а не могут. Потому что вы не раскрыли потенциал вашего продукта. Вы не раскрыли на тому каналі, через який вы хотите здействовать конверсию вашего продукта. То есть вы хотите сближить продажу. Костя, смотрите, мне кажется, что раскрыть потенциал вот этого продукта гораздо дороже, чем стоит сам продукт. Ну, нереально это сделать. Поэтому у вас, в принципе, бизнес, у вас есть два бизнеса. Первый бизнес – это оказание услуг. Второй бизнес – это продажа продукции. Но на самом деле у вас один бизнес – это оказание услуг. А продукция – это дополнительный продукт для ваших услуг. То есть это уже для тех людей, которые соприкоснулись с вашими услугами, которые понимают, что вы делаете, которые любят вашу методику, и только так вот эти люди могут купить. То есть вам, по сути, нужно больше продавать своих услуг, а вот это вот коробочки – это дополнительно для тех, кто хочет уже, ну, потом сам, может быть, заниматься, чтобы ребёнок без вас занимался с этими. Вот. Ребёнки, которые не занимались у вас, они не будут этого никогда покупать. Поэтому смештепировать вот эту штуку, для масштабирования ваших услуг невозможно. Поэтому вам нужно изначально масштабировать как-то ваши услуги, вашу… Если у вас реальная уникальная методика, вам нужно её масштабировать. Я хочу два момента, да, акцентировать внимание тоже всех. Первое – это такая типичная ошибка, которую люди все совершают, когда они вбахивают кучу денег в продукт. 5 тысяч долларов – это много для такого продукта вложить. И при этом совершенно не думают о маркетинге, о продвижении. Ну, то есть это трабл. Это первое. Второе – это то, что для того, чтобы, например, встать на полке и покупаться, давайте будем сегодня все откровенными. Нужны приличные, огромные маркетинговые бюджеты. И никуда вы без этого не денетесь. 300 штук нужно раздарить блогерам. Нужно купить, проплатить все статьи в журналах, где только возможно. Нужно, ну, то есть в это надо нормально влиться. Это второй момент. Третье – это то, на чём бы, вот, из хорошего, что я хочу сказать, чем можно заниматься. Я бы вам рекомендовала завести хороший YouTube-канал и развивать его. Прежде всего, продавая свои услуги и побочно рассказывая, как вы занимаетесь этим продуктом, с помощью своего продукта. Потому что услуги, вы всё равно ограничены территориально, только Киевом. YouTube – это глобальный канал. Но YouTube даст вам возможность впоследствии, не быстро, набрать свою базу. А тема детского развития, она в YouTube гораздо лучше идёт, чем образование в бизнесе. Блин, мать вашу. Вот. Поэтому это то, что может вам дать возможность продавать свои наборы уже и по всем странам СНГ, в принципе, потому что будет набираться аудитория. Это работа в длинную. Если сегодня кому-то пришла идея создать какой-то свой наборчик, то забудьте об этой дурацкой идее, если вы хотите на этом быстро заработать. Это должно стать как часть миссии. Я бы это несла, вот, как такая визия и идея. Потому что будете ли вы на этом когда-то зарабатывать, сильно большой вопрос. Сильно большой. Но то, что вы можете стать экспертом в этой теме и впоследствии зарабатывать и на выступлениях каких-то, на обучении консультантов таких. И, возможно, создание вот такой платформы людей, которые уже будут под вашим контролем, да, или выходя из под вашего крыла обучать других деток. Потому что действительно есть много людей, которые получают от этого удовольствие. Совершенно непонятное для меня, но я благодарна, что эти прекрасные люди существуют. Это и нянечки, ну, много всех есть. Знаете, вот выезжая на там, вы сильно не масштабируетесь, да? Вы же говорите, 3 выезда в день вы можете сделать, и больше, все. На этом масштабирование закончилось, можно немножко еще цену поднять. Все. У вас, вы изначально работали в клубе, который вам только платил 2000 долларов, да? А почему? Потому что у него был клуб, это место, куда люди приходят, и это масштабирование, да? Поэтому вам нужно создавать вот такую какую-то клуб, куда люди приходят, потому что сами вы не надоезжаете. Подумайте о том, что, возможно, вы сможете обучать нянь, делать эту услугу дороже, ну, например, говорить маме, давайте я обучу вашу няню. Вот это будет стоить 1000 долларов, например, но ваша няня на все следующие там 3 года будет знать, что делать с ребенком. Как вариант. То есть вот создание некого комьюнити, да, и YouTube-канал, это отличная для вас история. Мало того, вам не нужны ни камеры, ничего, вы ставите телефон напротив себя, садитесь красиво, вот вы находите нормальное освещение и красиво это снимаете. И вот эта история может пойти. Но делать ставку и сейчас вот брать вас в шоу и говорить, сейчас мы через месяц начнем продавать 150 тысяч этих наборов, нет. Эта история длинная, долгая, и, конечно, изначально вот под быстрый бизнес она точно не заточена. Вот это мое видение. У вас есть какое-то... Ну, я тоже так считаю. И если смотреть с той стороны, что почему у вас не было узнаваемости продукции, вот лично, как я считаю, когда новый продукт вы вводите на рынок и хотите его продавать, хотите, чтобы его узнавали, его хотели, максимально простыми словами о нем рассказывать и говорить о нем много. Потому что очень многие, скажем так, создатели сталкиваются уже в реалиях с тем, они понимают о продукте все. Но человек, который может быть потенциальным клиентом, ему непонятно, что находится в голове у создателя. Потому что он очень недоступно это все рассказывает. Да, это может быть, я не думала о продукте. И поэтому надо очень просто, вот как с детьми, которым 3 года, и вы им рассказываете. Каждый предмет вы можете спокойненько рассказать. Сейчас я вам расскажу, как разрабатывать моторику пальцев. Видео называется, как разработать моторику пальцев. Следующее там видео, как научить ребенка правильно вдышать, говорить. Ваши продукты, они всегда стоят, люди всегда их видят, на них всегда есть ссылки, и человек уже, по крайней мере, будет понимать, что он может покупать. Мне кажется, вы можете подумать над узнаваемостью еще вот самой коробки. Потому что все, что здесь я вижу, у меня у ребенка все есть. Может быть, это что-то более, ну, те же самые. У меня полтора. И поэтому у нас есть вот точно такие же грабельки. То есть, может быть, это какие-то более интересные. Это продукт, который я 2 года назад создала. Я, исходя уже из того, что я же принимала участие на всех фестивалях, которые были у нас в Киеве. Я представляла свою продукцию. Родители подходили и говорили, ой, у нас это есть, ой, а это мы сами делаем, ой, это мы купим. И я уже, исходя из этого, я создала вторую свою коробочку. Исходя из всех пожеланий, также я же спрашивала родителей, что понравилось, что не понравилось. Исходя из всего, я уже создала вот идеальную такую коробочку, которую я безумно люблю уже. Вот. Возможно, я уже не буду дальше ее масштабировать, возможно, я ее изменю как-то, но уже у меня есть идеальная коробочка, которую я там готова всем. Думаю, смотреть уже не будем. Самое быстрое для вас масштабирование сегодня с 1000 долларов на 2000 долларов, да, это вернуться обратно на работу. Это моментально масштабирование у вас произойдет. Вот. Все остальное, это развивать просто свой бренд, свою методику и пропагандировать ее лично через себя. Видеоконтент это ваше. Вы привлекательные, симпатичные, только судя по вашей видеовизитке, можно колыбельную детям не ставить, а продавать ваши видео. Более нудного видео в своей жизни я не видела. Я и хрюкала, и крякала, поэтому будьте чуть-чуть энергичней, чуть-чуть. Это моя проблема. Не такой безумный, как я. Я полгода назад сприваю себя только на слове смыла. Я очень стеснительна в плане вот видео. Я работаю на этом. Звезды стеснительными не бывают. Я хочу увидеть вас через год звездой на ютубе. Сказать, вот блин, может быть и мне эти наборы показывать, чтобы у меня было столько подписчиков. Видео, IGTV, YouTube, ваша вся история. И продвигаемся, дороже продаемся, придумываем, как мы можем обучить дать это в массу другим людям. И ваши наборы, чем больше людей их будет видеть и знать, как этим пользоваться, тем больше счастливых мам будет. Вам нужны мамы не такие, как я. Вам не нужны бизнес-мамы, потому что это все не моя история. Вам нужны мамы, которым очень важно в органическом подгузнике или не в органическом. Вот я вам точно говорю. Вот как это все. Мои дети, вот я бы с собаками и с котами сейчас бы положила, вот третьего бы ребенка, потому что если первая, я считала, что что-то Монте-Сори или что-то значит, вторая моя дочь выросла, благо у нас есть няня, но сильно меньше заморачивались, а умеет она сильно больше, вот, и я понимаю, что если я рожу третью, то скорее всего она будет рожать где-то тут под столом и будет самой умной и самой крутой. Поэтому вам нужны мамочки немножко просто другого склада ума, которые сильно заморочены. Хочу подарить для ваших девочек вот этот наборчик творческий. Это моя новая коробочка, такая, когда-то в клубе я открыла школу творчества, профессиональная и также ее проводила. Я обучилась очень многим техникам и проводила деткам. И вот буквально мне в этом году пришла идея эту всю школу творчества, которую я преподавала, упаковать снова в коробочку, чтобы детки этим творчеством и мастер-классами занимались дома. Коробочки я еще не разработала, то есть здесь нет вот что внутри. Тут можешь пояснить мою фотографию. Я в нее за неделю меня попросили на шоу, за неделю специально для вас первая коробочка. Да ладно? Для ваших девочек все в двух экземплярах. Одинаковая? Да, одинаковая. Отлично. Идеально. Я вот там собрала много разных. Я хочу... Ну, давайте, покажите. так быстренько. Рекламная пара. То есть там разные такие фабрики. Благодаря вам я, наверное, это старт. Спасибо. Спасибо огромное. Мне, Наташа, что у вас нравится, то, что вы говорите, когда говорите, показываете все свои вещи. Я думаю, что вам просто нужно, раз уже вы этот путь для себя избрали, нужно настроиться, но нужно идти через личный бренд и нужно видео своими радовать. Потому что, я думаю, что в прогрессе это однозначно где-то с вашей энергией сложится. Спасибо вам. Вот все. Спасибо вам большое. Ну, что вам сказать? Изначально, когда мы только начали снимать кастинг и думать о нем, я думала, что все будет в одной серии. Но уже после первой нашей героини Наташи, я поняла, что, скорее всего, вам очень захочется, чтобы мы ничего не вырезали и каждого героя, которого мы будем разбирать на кастинге, мы показали вам отдельно. Я угадала? Тогда мне нужна ваша помощь. Во-первых, я напоминаю о том, что цель нашего кастинга с командой найти тех людей, за которыми вам будет интересно смотреть в нашем шоу, которым мы поможем изменить их результат, ну и, собственно, которые по вашему голосованию окажутся самыми-самыми интересными. Поэтому вам обязательно нужно под этим выпуском в комментариях написать, хотели бы вы видеть Наталью, как вы считаете, нужно ли ей участие в нашем шоу или нет, поделиться с ней своими какими-то идеями и мыслями в отношении ее продукта, зайти в ее Инстаграм обязательно, дать ей, возможно, какие-то рекомендации в соответствии со своим опытом, ну и, конечно, поддержать прекрасного, замечательного человека, потому что все наши герои, я уверена, очень крутые люди, иначе бы они к нам не пришли. Не забывайте, пожалуйста, комментировать, лайкать нас, потому что мы страшно для вас стараемся и делимся с вами своими ценными знаниями, багажом, в общем, то, за что мы когда-то уже заплатили большое количество денег в контексте времени, в контексте своего опыта. Так что, комментируйте, 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 ну и не забывайте подписываться на наш канал, потому что у нас самый реальный и познавающий канал о бизнесе и о деньгах. Мы не обманываем, мы не врём, мы говорим о том, как оно есть на самом деле. Реальное предпринимательство. Средимся с вами совсем скоро, для того, чтобы вы посмотрели на следующего участника нашего кастинга. А пока ждём от вас голосоваших. Всё. Всем пока-пока, я буду работать. Субтитры сделал DimaTorzok